МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это межконтинентальная баллистическая ракета. Теоретически она может быть чьей угодно, и корейской, и иранской, и американской, и даже российской. Кто отдал приказ, сейчас уже не важно. Важно, что через несколько минут она достигнет цели и рухнет на наши головы прямо из космоса. Из того самого космоса, который человечество так стремилось освоить, связывая с ним самые светлые мечты. И вот, кажется, освоило. Сейчас вы видите то, о чём многие годы говорили только шёпотом или не говорили вообще. Весь персонал связан многолетней подпиской о неразглашении. Принцип действия этого сооружения – государственные тайны и по сей день. В этих блоках информация о том, что происходит в самых отдалённых уголках космического пространства. Эта информация выдаётся на огромное электронное табло в главный зал группы руководства противоракетной обороны. Дежурная смена, рабочее место командира. Ежесекундно любая точка земного шара может высветиться на табло, и это будет означать старт вражеской ракеты. Много лет эта система была главной военной тайной нашей страны. А началось всё в 1967 году. Вызвали меня к Брежневу. Стоял он около открытого окна, а Устин в это время в приёмной стоял в уголке, перед тем, как мне Савинькин войти, он мне вот так показал, вот, держись. Пришёл, начал докладывать, что командующий 12-й отделе армии, Брежнев говорит, не шумите, не шумите, он меня посадил за приставной столик. Прочёл эту справку ещё, напротив него сидит Савинкин. Да, говорит, мы с вами встречались. Я говорю, так точно. Но тогда вы сбили самолёт, а теперь придётся, наверное, сбивать ракеты. А это дело совсем другое вроде, посложней. Имейте в виду. С той минуты сам облик этого человека станет государственной тайной. Генерал Вотчинцев выйдет из кабинета Брежнева первым командующим совершенно новых войск, о существовании которых никто не будет даже подозревать. Войск противоракетной обороны. Так выглядит ядерная угроза миру. Правда, это наша советская угроза. Тысячи ракет, спрятанных в самых потаённых уголках страны, готовы были по единой команде устремиться в космос и обрушиться на территорию противника. А вот это уже американская угроза. Это планы превентивных ядерных ударов по советским городам. Как видите, всё то же самое. Сотни ракет и тысячи боеголовок. А это означало, что в случае ядерной войны ни одна сторона не имела шанса на выживание. Именно поэтому и в СССР, и в США решили создавать оружие, которое могло бы уничтожать вражеские ракеты. Лучшие умы решали эту задачу, но уничтожить в космосе объект, лечащий со скоростью 7 километров в секунду, казалось невозможным. Приступали к решению этой проблемы, то даже некоторые учёные, видные учёные в нашей стране говорили, что это абсурд. Это такая же глупость, как стрелять снарядом по снаряду. И вдруг нашёлся такой человек, известный наш молодой учёный Кисунько, который осуществил мечту. Это одна из немногих открытых фотографий Григория Ивановича Кисунько, воплотившего самую дерзкую мечту кремлёвских лидеров. Её суть в этой простой схеме. Мощные радиолокаторы образуют треугольник с разносом 150 километров. Захват цели сразу с трёх точек позволяет точно определить её координаты. Таким образом, уничтожение снаряда снарядом становится задачей, которую можно решить. Когда группа малоизвестного тогда специалиста в области радиолокации Григория Кисунько доказала эту возможность теоретически, была поставлена задача построить такой комплекс. Жуков обратился в Центральный комитет партии правительства, что нужно создать надлежащие экспериментальные базы полигоны, на которых можно было бы проводить натурные испытания. Уникальные кадры секретной кинохроники. Вот она, идея противоракетной обороны, воплощённая в металле. Каждый элемент поражает воображение своими масштабами. Представьте себе, что только одна приёмная антенна имеет размах 150 метров. И представьте безлюдную казахскую пустыню на сотни километров, опутанную радиолокационными полями. Это на схеме всё было просто. А здесь, в эти безумные месяцы, грандиозные стройки, даже большие учёные порой не верили, что тонны металла, и эта электроника, о которой в открытом научном мире даже не подозревали, в состоянии будет выполнить задание вождя. Однако проблема заключалась не только в том, чтобы отыскать ракету. Её нужно было сбить. И вот одно из самых тайных изобретений 20 века. Противоракета. Она до сих пор засекречена. Это её единственное изображение. 4 апреля 1961 года с полигона стартовала баллистическая ракета. Она должна была пролететь над нашей страной и поразить цель на Дальнем Востоке. Всё было по-настоящему. Ракета даже имела ядерную боеголовку. В эксперимент верили и не верили. Это был экзамен своего рода. Когда посылали ракету с Решагана, понимаете, которая должна была... Да ещё произошёл сбой в вычислительном комплексе, но мгновенно, значит, эта ошибка была поправлена. И вдруг такой результат, представляете? Промах составлял по боковому удалению 30 метров или 31 метр, а по высоте 2 метра. Это фактически правильно, как сказал потом Хрущев, что у нас есть такое оружие, которое в космосе мухи в глаз попадёт. Сверхмощные оптические приборы с документальной точностью зафиксировали момент уничтожения баллистической ракеты. Это был триумф советской оборонки, но ещё больше это был личный триумф Никиты Хрущёва. Мы в ракеты вас обередили и в этой технике вас обередили. Генохроника сохранит для истории и растерянные улыбки американцев и знаменитые заявления Никиты Хрущёва. Что бы ни происходило потом, мир навсегда запомнит этот прищур победителя. И впоследствии идеи советского превосходства во многом будут поддерживаться легенды о том, как мы в космосе можем попасть мухи в глаз. Возможно, это была лучшая игра Никиты Хрущёва. Однако американцы тоже играли. Просматривая помпезную хронику встреч советского лидера, возникает ощущение, что его очень тонко дурачат. Подначивая, распаляя самолюбие, заставляя делать всё новое, необдуманные обещания, догнать и перегнать. Кстати, повторить советский триумф и сбить ракету ракетой американцы сумели только в 83-м году. Для великой державы это очень странно. Но не в этом ли 30-летнем отставании и заключалась тайная стратегия США в отношении Советского Союза? Американцы знали о выдающемся советском успехе, но знали они и другое. Грандиозные сооружения советской противоракетной обороны имели баснословную стоимость. Советская экономика едва выдерживала запросы военных. К тому же это был только эксперимент. Именно поэтому американцы избрали другой путь. Самый дешёвый и самый верный. Они окружили Советский Союз ядерными базами. Сотни ракет оказались нацелены на наши города. Подлётное время по Москве составляло 10 минут. Это был пистолет, введённым курком, поднесённым к виску в Москву, потому что в комплектации этих ракет системы Першин-2 были ракеты, способные проникать в глубину до 100 метров и после этого взрываться. То есть были предназначены для уничтожения защищённых командных пунктов Верховного Главнокомандования, правительства, Министерства обороны. Такое количество ядерных боеголовок противника заставляло форсировать создание ПРО любой ценой. Ставилась задача защитить от вероятных ударов, если не всю территорию, то хотя бы Москву. Эта задача к началу 70-х годов уже была на стадии воплощения. Однако произошло то, чего разработчики противоракетной обороны ожидали, но в чём боялись признаться даже себе. В одночасье наше секретное оружие потеряло всякий смысл, когда в США на вооружение были поставлены ракеты с разделяющимися боеголовками. Против них наша система была бессильна. О том, что будут другие цели, не могли не предполагать тот же Григорий Васильевич Кисунько. Мне пришлось с ним работать 12 лет. Вот непрерывно. И ещё задолго до того, как было закончено создание системы А-35, его эта мысль мучила. Селекция сложной баллистической цели. То есть дойти среди множества сигналов сигнал от боеголовки. И он задумывался и искал путь решения. Но проблема очень остро возникла к тому времени, когда завершалось создание 35-й системы. она фактически была создана под те требования, которые заданы были в начале. А к этому времени глубоко под землёй в обстановке строжайшей секретности в районе Ближнего Подмосковья уже завершалось строительство системы противоракетной обороны. Масштабы этой системы могли бы поразить воображение даже самого смелого писателя-фантаста. Многомиллионный город по всему периметру был окружён замаскированными тайниками, в которых были установлены противоракеты. Незримыми нитями командный пункт был привязан к радиолокаторам, ловившим сигналы из космоса. Уже проводились последние наладочные работы системы, которая вдруг оказалась абсолютно беспомощной и бесполезной. Генерал Вотинцев берёт на себя смелость открыто заявить об этом в ЦК. Я докладываю возражение комиссии. За столом сидит Митрий Фёдорович Чинов, а вот с левой стороны за торца его стола, облокотившись на стол, сидит начальник 4-го главного управления, очень уважаемый, известный человек, Георгий Филиппов, Байдуков, член пилота Чкаловского экипажа. И когда всё-таки Дмитрий Фёдорович стал настаивать, что надо головной комплекс принять, потом доделывать, но всё-таки ускорит, взбодрит промышленность, будет лучше работать. Вот Георгий Филиппович Байдуков, секретарю Центрального комитета партии, с оседней рядом с ним за столом, заявил, Дима, если ты не примешь возражения комиссии, я завтра к этим объектам построенной 35-й системы подтащу бульдозеры и все их несу. Генерал Вочинцов выиграл. В результате система была поставлена на боевое дежурство лишь в 78-м году, но это была уже совсем другая система. Это странные формы сооружения и есть центр противоракетной обороны Москвы. Размер этого локатора сравним с футбольным полем. Высота сооружения несколько десятков метров. На несколько гектаров площади вокруг не души. Сейчас мы имеем уникальную возможность собственными глазами увидеть, как действует российская система ПРО в реальном времени. Рабочее место оператора. А это изображение московского региона, полученное из космоса. Итак, я повторяю, все происходит в реальном времени. Из Баленцева моря стартует межконтинентальная баллистическая ракета. Считанные секунды требуются ей, чтобы выйти в космическое пространство. И сейчас она с огромной скоростью приближается к цели. Пока курс ракеты неизвестен, но ее уже видит спутник разведчик. Информацию из борта разведчика тотчас принимают на КП. Так впервые становится известно о том, где и когда произошел несанкционированный запах. Спутниками и разведчиками управляют совсем в другом месте. Сейчас мы на минуту оказываемся в центре применения космических аппаратов. И вы впервые видите перечень спутников военной орбитальной группировки, которые в данный момент несут дежурство в космосе. Сегодня их 99. Это первый эшелон. Второй эшелон системы предупреждения это наши станции, вот типа это высокопотенциальные станции разведки космического пространства, которые забрасывают энергию до 6000 километров и способны наблюдать теннисный мячик. на этом удалять. Теннисный мячик совсем не преувеличение, если приложить вот эту схему радиолокационных полей, которые перекрывают подходы к Москве. К сожалению, на сегодняшний день схема немножко врет. Некоторые станции в 90-е годы были закрыты. Впрочем, вернемся на КП. Только теперь в работу вступают радиолокационные средства дальнего обнаружения. Со скоростью 5 миллионов операций в секунду обрабатывается и оперативная информация. Офицеры боевого управления получают уточненные координаты цели. этот процесс производится автоматически с использованием радиолокационных средств и по результатам обработки получаемой информации выдается команда на уничтожение боевых блоков. Это время занимает секунды. паузы оттуда оттуда до берегов Америки ракете требуется не более 20 минут и всего 10 минут займет ее полет до Москвы. Между тем почти половина подлетного времени уже позади. Цель стремительно приближается. Сейчас ее изображение появилось на табло. есть захват есть точные координаты но команда на уничтожение пока не поступает. Секунды кажутся вечностью и вот что сейчас происходит в космосе. Ракета рассыпается на сотни мельчайших деталей и цель которую только что наблюдал спутник разведчик уже не бревно с ядерной начинкой а облако космического мусора. Посмотрите что сейчас творится на табло массовые засветы это ложная цель. Вместе с боевым блоком отстреливается порядка десяти вот таких вот ну пластмассовых или металлических контейнеров. В каждом контейнере обычный вроде бы как детский только с металлизированной поверхностью шарик. в нем капля воздуха. После отстрела каждый этот контейнер получает свое небольшое ускорение. И вот такая сложная баллистическая цель на траектории полета представляет собой трубу диаметром 50-60 километров вытянутую на 300-400 километров в которой находятся 10 боевых блоков и вот в таком вертикальном положении с общей такой же скоростью и с некоторым отклонением которое задано соответствующим импульсам продолжает лететь. только сейчас когда среди ложных целей система отыскала реальную боеголовку стартует противоракет примерно так ее траектория выглядит в космосе среди груды обломков она должна найти свой с ядерной начинкой вот они все ближе и ближе подрыв система задач выполняет рассчитано не на массированные удары когда война началась и прочее а в первую очередь на провокационные несанкционированные запуски баллистических ракет вот представьте себе вышла подводная лодка на дежурстве где-то находится американская и командир вышел из подчинения ну сошел с ума хотя я так образно говорю и решили провести пуск по той программе которая заложена у них на ракетах баллистических так вот чтобы не развязать войну чтобы из-за одного сумасшедшего не началась губительная война которая кончится катастрофой для всего мира фактически вот вот эта система и предназначена она снимет эту ракету она гарантированно не пропустит ядерного заряда к Москве очень редкие кадры прежним среди ракетчиков ему было за что благодарить этих людей тот самый зонтик необходимости создания которого запад подошел только сейчас советский союз получил еще 30 лет назад да это стоило безумных расходов и быть может именно противоракетная оборона впоследствии оказалась первым гвоздем в гроб советской экономики но это был такой фантастический прорыв о котором прагматичный запад не мог даже предполагать когда была у нас создана система про Москвы первая это 35 то в планах было в планах ученых они были окреленные этим успехом и все такая ну мысль создания противоракетной обороны территории нашей страны и даже эта тематическая разработка имела свое название разумеется ну так или иначе наши тогдашние ну как заклятые друзья или как их назвать получали какую-то информацию в это время шли переговоры вот об ограничении про вот и это был очень весомый мне кажется аргумент для нашей делегации на переговорах мне кажется очень многое сыграло что американцы пошли тогда они были далеки от подобного успеха да это тот редкий случай когда прагматизм сыграл с американцами злую сутку когда ЦРУ стало заваливать госдепартамент этими снимками объектов советской системы ПРО сделанных со спутников шпионов догонять было уже поздно нужно было остановить Москву создание глобальной системы ПРО любой ценой на удивление сделать это оказалось несложно в 72 году Брежнев ставил свою подпись под знаменитым договором о нераспространении противоракетной обороны на первый взгляд договор устраивал всех СССР сбрасывал время непосильных расходов США получали возможность создавать новые виды наступательных вооружений как ни парадоксально но именно этот договор считавшийся вершиной внешней политики Брежнева оставил нашу страну в колоссальном проигрыше кто знает как строился бы ядерный паритет между двумя державами если бы в договор была вписана хотя бы строка признающая то во что Советский Союз уже вложил колоссальные средства сейчас вы впервые видите съемки сверхсекретного эксперимента готовится разгонный блок для вывода на орбиту космического истребителя а вот и сам истребитель после испытательного полета даже сегодня такой полет кажется невероятным но по договору уничтожили практически все к этому времени у нас в НПО Алмаз генеральным конструктором Борисом Васильевичем Бункиным разрабатывался подвижный комплекс системы противоракетной обороны система С-225 АЗОВ к 72 году средства этой системы были на полигоне на Балхазском были начаты испытания после того как договор этот был подписан они сначала были убраны в ангар а потом вообще демонтированы испытания и в строгом соответствии с договором были приключены этого человека знают многие а ведь это и есть тот самый Бункин который сегодня известен как создатель знаменитой на весь мир зенитно-ракетной системы АС-300 и эти кадры нам тоже хорошо известна система сбивает любые цели на любой скорости на разном удалении по одиночке и целыми группами вот уже лет 10 за рубежом не оставляют попыток создать аналог этой системы но представьте себе ничего не получается а секрет очень прост в основе С-300 и лежит та самая идея подвижного комплекса противоракетной обороны уничтоженный согласно договору 1972 года он парадоксальным образом спустя много лет нашел свое воплощение в самый эффективный и кстати говоря самый продаваемый зенитно-ракетной системе только отдают для себя отчет покупатели в том что в сущности они покупают элемент противоракетной обороны наши комплексы умеют стрелять ИС-300 ПМУ-1 ИС-300 ВМ они имеют собственные средства разведки и обнаружения обеспечивающие выполнение боевых задач но их же надо привести в готовность а вот чтобы в готовности все время не комплексы находились а как бы некая структура в стране вот мы и предлагаем систему предупреждения о ракетном нападении то что у нас с вами сегодня в России есть вот представьте себе вот этот лист бумаги ну вот вдвое больше да лист бумаги мы его на дальности 90 километров берем на автосопровождение а он летит со скоростью 4500 метров в секунду 4,5 километра мы его берем на дальности 90 километров на автосопровождение на дальности 40-50 километров мы его уничтожаем чтобы создать космическую защиту любой стране не только США нет необходимости проходить тот тернистый путь которым прошел Советский Союз все уже придумано другое дело что сознаться в этом видимо очень непросто именно поэтому кадры которые вы сейчас видите должны быть особенно дороги американскому науку плательщику правда они очень похожи на то что мы только что видели в советской кинохронике 60-х годов пуск межконтинентальной баллистической ракеты вот она уходит в космос захват старт противоракеты и всеобщее ликование правда как выясняется преждевременно может быть это слишком грубо но в какой-то степени это блеф боеголовка которая оказывается имела датчик то есть они по активному сигналу определяли ее координаты а не радиоакционными станциями как в свое время определял допустим Минц или Кисунько или кто-то другой вот ну а для нас конечно же что плохо мы же не можем не ответить как-то нужно искать ответ и ответ должен быть адекватным в нашем случае адекватный ответ это восстановление того что было утрачено с распадом СССР мы с вами в Беларуси это новый центр свежения за космическими объектами западного направления сюда зачастили российские военные руководители кстати стоит это сооружение для России очень дорого но дело не только в затратах одна из вероятных причин поддержки белорусского президента тоже видимо зарыто здесь и стратегический объект российской противоракетной обороны находится на территории чужого государства если США выйдут из договора то нам этот объект нужен будет как воздух к тому же на оплату новой программы катастрофически нет денег другое дело что если вся эта затея с противоракетной обороной действительно направлена против ядерного терроризма мы можем поделиться и с другими странами если кто захочет значит создать себе такую же оборону создать эту оборону и поэтому логично было предложение нашего президента о том чтобы значит создать совместно систему противоракетной обороны европейского континента это ядерная ракета но не стоит гадать о ее принадлежности это наша российская ракета и именно ее в первую очередь боятся американцы мы тоже боимся только их ракет увы ничего другого за последние 50 лет и мы и они боятся так и не научили а Продолжение следует... Продолжение следует...